В своем развитии раковое заболевание проходит три стадии. Есть у меня тут такой помощник чудесный, вот. И, значит, позиционная терапия – это что? Это разнообразное положение ребенка. Сегодня на второй части вебинара мы будем разбирать с вами такой метод, как капиллярный массаж по методу Тауга. Обычно ларингит может начинать с неспецифических симптомов, которые связаны с острией. Наверняка вы знаете, что нужно лечить не только проблему миногеморрой, но и душу пациента. В народе раньше говорили «эрозия шеи и матки», и любая женщина, которая слышит эту фразу, всегда говорит «да, у меня эрозия». Когда речь заходит об интимной гигиене, у женщин возникает много лифов и заблуждений. Можете вообще представиться, рассказать о себе, откуда вы, кем работаете и как долго вы работаете? Меня зовут Гульнара, Гульнара Сеитова. Я врач-офтальмолог, врач высшей категории. Работаю офтальмологом 2007 года. Я живу в Казахстане, Караганде, городе Тимиртау. Сейчас работаю на себя в частной оптике. Работала в государственной поликлинике, заведовала консультативным отделением около пяти лет. Оттуда и ушла в свободное плавание, когда занялась контролем миопии и вообще детским зрением. А вот миопия вообще, что это такое за слово? Ну, миопия, простыми словами люди обычно говорят, называют ее близорукость. Это такое состояние рефракции глаза, когда человек плохо видит далеко, но близко видит вблизи, поэтому его называют близорукость. Миопия, простыми словами говоря, это длинный глаз. У нас глаз должен иметь определенный размер. Определенную длину. Но люди, у которых глаз длиннее, чем положено, у них развивается нарушение рефракции миопия или близорукость. Вот у детей как часто встречается это заболевание? Вообще очень часто. По статистике к 2050 году каждый второй человек на планете будет с миопией, с близорукостью. Уже проведено очень-очень много исследований и доказано, что самый главный фактор в развитии миопии – это наследственность. Если даже у вас, конечно, ни у кого нет, но, скорее всего, у кого-то есть, у бабушек, у дедушек, может быть, просто они не знали. Может быть, у кого-то. То есть, если два родителя у ребенка с миопией, то риск практически 80%, что у ребенка будет миопия. Если у одного родителя чуть ниже, около 60%. Второй фактор еще сейчас. Очень много исследований на эту тему проводили, что ген IQ, который отвечает за IQ у людей, он связан с развитием миопии именно. То есть, все высокие IQ-шники, они практически в очках. Но дело даже не в том, что они много читают, а в том, что именно этот ген, он привязан к гену миопии. Прямо уже там такие вот конкретные исследования проводились на эту тему. Поэтому я всегда родителям говорю, ну, в принципе, чем ругать ребенка? Считайте, что у него просто высокий IQ, что у него есть этот ген. Они говорят, у нас все хорошие зрения, он много сидит в телефоне, поэтому у него развилась миопия. По поводу телевизора хочу вас успокоить, что абсолютно все исследования, которые проводились по влиянию телевизора на развитие миопии, доказали, что телевизор на развитие миопии не влияет вообще. Если зрительная нагрузка вблизи еще так более-менее в спорном состоянии, потому что до конца еще чрезмерная нагрузка вблизи не доказана, что это является фактором развития миопии. И особенно гаджеты. Сами гаджеты, слово такое, чтобы телефон, гаджет, планшет вызвал миопию, в мировых доказательных исследований нет. На прогрессирование обычно сейчас влияет то, что дети мало гуляют. Самый первый фактор в прогрессировании – это отсутствие прогулок детских, потому что для того, чтобы миопия не росла, нужно, чтобы на сетчатке выработался такой нейромедиатор – дофамин. И он вырабатывается только по действиям солнечного света. То есть ребенок должен гулять. И в среднем ему нужно проводить на солнце 2 часа в день. Это около 9-10 часов в неделю. Сейчас большинство детей, большинство детей не проводят даже 1 час на улице. Это является самым главным фактором в том, что миопия прогрессирует у детей. Ну, конечно, зрительная нагрузка вблизи. Если ее правильно дозировать, организовать правильно рабочее место ребенку, то в принципе миопия не прогрессирует. Так, ну раз вы упомянули очки, вы говорили про дефокусные очки. Можете про них рассказать? Да, в настоящее время доказано, что простые очки не останавливают рост прогрессирования миопии у детей. Простые очки, они являются такими… Получается, что вот очки, очковая линза у нее полностью на всем расстоянии, тот минус, который у ребенка. сейчас с учеными, офтальмологами придуманы другие очки, которые останавливают прогрессирование миопии у детей. Получается, что эти очки, они специально создают миопический дефокус, который препятствует росту глаза. с помощью этих очков изображение на сетчатку проецируется не только в центральной части у ребенка, а полностью-полностью на всей периферии. То есть такой ребенок в них как бы превращается в абсолютно здорового человека. У них абсолютно другой механизм действия, не как у обычных очков. Также есть такие же линзы, мягкие контактные, дефокусные. И есть, как вариант для тех, кто не хочет носить мягкие контактные линзы или очки такие дефокусные, есть вариант ночные линзы, ортокератологические. Это прям тоже прорыв в офтальмологии. И сейчас очень много людей переходят на них. Если раньше только дети использовали их до 18 лет, то сейчас даже взрослые используют эти линзы. Ну вот я как раз о ней недавно слышал тоже, что их принцип такой, да, то, что ты надеваешь их, утром снимаешь, правильно? Да. И здесь зрение отличное. В течение дня зрение 100-120%, да. Их действие, механизм действия заключается в том, что когда вы их одеваете на ночь, за ночь они немного меняют форму роговицы. Она такая сферическая, а с помощью этой линзы внутри роговицы образуется такой как бы кратер, и он изменяет приролонение солнечных лучей. Ну, как будто бы вот одели такую линзу на глаз. Ну вот в течение дня роговица снова выравнивается, и к вечеру снова зрение падает. У них есть такой накопительный эффект, но рекомендуется одевать их каждую ночь. Для взрослых не такая небольшая проблема, то, что сон нарушен, необходимо проспать хотя бы 6-7 часов в них. А так, в принципе, уже взрослые тоже ночные линзы. То есть нужно обязательно проспать в них 6 часов, правильно? Да. Ну, если проспать, то будет неудобно. Они же жесткие. Нужно стараться встать, потом снять их. Это как альтернатива операции, которую сейчас многие делают? То есть можно не делать операцию? В принципе, можно не делать операцию, если все устраивает. Да, мы всегда даем выбор человеку. Если, конечно, человек настроен на операцию, и роговица позволяет ему сделать операцию. Мы же не все люди могут сделать операцию. Есть определенные противопоказания. Тонкая роговица, да? Тонкая роговица, да, воспалительные заболевания роговицы. Там есть такие прям выраженный синдром сухого глаза, прям синдром Шегрена. Они берут на операцию из-за тонкой роговицы. А как давно вообще появились ночные контактные линзы? Они появились уже достаточно давно. Единственное, что они на постсоветское пространство у нас зашли несколько лет назад. Ну, больше пяти лет точно уже. Просто мало людей знало о них, а сейчас уже намного больше знают о них. Они уже начали. Минусов, я так понял, у них нету, правильно? Минусы. Как не имеют зрение? Жесткие, что их нельзя одевать в период воспалительных заболеваний. Там, например, конъюнктивит начался, аллергия. Что за ними нужен обязательный уход. И если неправильно ухаживать, то они могут вызывать тоже воспалительные заболевания роговицы. Ну, такие есть случаи, когда люди их правильно не моют, не храня в специальных растворах. Ну, ответственные люди хорошо ответственно относятся к этому всему. В принципе, осложнений нет. Лазерная коагуляция сетчатки проводится только когда есть какие-то определенные изменения на сетчатке. Миопия – это предрасполагающий фактор к этим изменениям, потому что глаз длинный, сетчатка очень нежная, она как целлофановый пакет. Когда глаз растет при миопии, внутри наша сетчатка как целлофановый пакет начинает растягиваться. Но не у всех сетчатка имеет такую вот способность растянуться сильно. И бывает, что местами она рвется. Это называется разрывы сетчатки, дегенерации. Есть определенные виды, которые нужно обязательно коагулировать с помощью лазера. Их прижигают, точечно-точечно прижигают. И, в принципе, потом можно жить обычной своей жизнью. Для того, чтобы не было этих осложнений, мы останавливаем сейчас миопию детей. Вообще, сейчас мы все свои силы направляем на то, чтобы остановить миопию детей сейчас, для того, чтобы у них в старости не было проблем со зрением. Потому что в моей практике, когда я вела активно взрослый прием, было очень много людей с очень низким зрением, практически слепых, высоких миопов. То есть, в то время им никто не останавливал миопию. Она у них росла до минус 6, 7, 8, 10, у кого-то до минус 20. И потом в старости у них начались проблемы. Около 50 лет они примерно вот так вот возраст. Начинается макулярная дегенерация возрастная. Повышается риск глаукомы. У миопов очень часто глаукома возникает. А катаракта ранее, это вообще прям бич такой миопов. Потому что они уже в 50-55 лет, им приходится оперировать свои хрусталики, потому что они очень быстро мутнеют при высокой миопии, как осложнение миопии. Поэтому сейчас мы все силы кидаем на то, чтобы у детей остановить эту миопию. Если она началась, там, например, мы ее диагностировали на минус 1, чтобы он зашел в свою 18 лет, 20 лет, чтобы она примерно так и осталась у него. Ну, выросла, например, до минус 2, до минус 3, но не до 6, 10. Для того, чтобы потом в старости этот человек смог также спокойно жить и видеть, чтобы у него не было проблем. А процесса нету, да, развития миопии? То есть нельзя никак уменьшить ее? Увы, нельзя. Размер ноги мы не можем уменьшить. Размер глаза точно так же мы не можем уменьшить. Так, у нас еще один вопрос. До какого возраста можно вылечить миопию в высокой степени? Мы ее вылечить вообще никак не можем. Глаз, какой есть большой, такой и останется навсегда. Даже если человек сделал лазерную коррекцию, он изменил конфигурацию своей роговицы. Но глаз, какой был внутри, такой он и остался. Поэтому я всегда рекомендую людям, даже когда сделали они лазерную коррекцию, один раз в год обязательно проходить офтальмолога и смотреть сетчатку. Потому что какие изменения внутри глаза были, такие они и остались. Ну, как бы диагноза миопии уже нету, потому что минуса у человека, по сути дела, нету. Но все равно сам глаз-то больше размером, чем положено. И мы за ним точно так же должны наблюдать, как если бы минус показывал на аппарате. Как часто? Один раз в год обязательно, один раз в год. А детям до 18 лет рекомендуется миопию наблюдать два раза в год, для того, чтобы смотреть динамику. Очень часто у меня приходят родители с детьми через год, а некоторые через два. А у них, например, через год уже выросла миопия на полторы диоптрии. Это очень много. Они уходят, например, в минус один, возвращаются в минус два с половиной. Хотя я им всегда объясняю, что через полгода надо обязательно прийти. То есть через полгода я бы могла увидеть, что у него выросла миопия уже на минус 0,75. Мы бы уже начали предпринимать какие-то определенные меры, чтобы остановить ее. Но у нас уходит время. И с каждым разом, чем быстрее механизм миопии роста запускается, потом сложнее его остановить. Мы никто практически не знаем, почему это головной мозг делает. Но вот так вот сам головной мозг принимает решение, что он хочет растить глаз. Обычно это не хватает ему дофамина на сетчатке, потому что нейромедиатор этот, когда преобразуется дофамин, там образуются вещества, которые поступают в головной мозг потом. И головной мозг, учитывая эту концентрацию, знает о том, что глаз уже вырос, его не надо растить. Когда дофамина там не хватает, концентрация этих веществ низкая. И головной мозг не знает о том, что глаз вырос и начинает его растить. И так начинает развиваться миопия. То есть основная рекомендация, это такая главная, это с детства, чтобы дети гуляли. Да. Нарада, а что вы скажете по поводу питания? Вы говорили в ролике, я упомянула, что питание тоже влияет. Но не говорили, что именно. Вот можете немножко рассказать об этом? Может быть, витамины какие-то нужно принимать? Такой вот доказательной базы в остановке миопии у детей в витаминах тоже нет. Единственный витамин, который более-менее такой вот доказан, это витамин D, который точно так же связан с солнечным светом. И мы рекомендуем, если вы не сдавали витамин D с ребенком, обязательно его сдать. Если есть его дефицит, его нужно обязательно компенсировать. Компенсируется он обычно не профилактическая доза, а побольше дозы от 2 до 5 тысяч единиц. Потом, когда он компенсируется, мы круглый год, несмотря ни на какое время года, даже летом, не перестаем давать профилактическую дозу 1 тысячи единиц детям. По питанию, склера глаза, наша наружная оболочка, это соединительная ткань. Соединительная ткань, которая держит глаз. Чем она плотнее, тем глаз плотнее. Чем она такая дряблая, тем быстрее глаз растет у ребенка. И поэтому в питании должен обязательно содержаться белок. Потому что основной строительный материал в соединительной ткани это белок. Мясо, бобовые, яйца обязательно должны быть. Надо все равно чем-то заменять. Если ребенок не ест, например, просто мясо, пытается там какие-то котлеты давать, бульоны варить. Обязательно. Ну, сбалансировано, конечно, должна быть клетчатка, овощи и фрукты обязательно должны быть в расслаблении у детей. Конечно, еще нужен спорт. Спорт это тоже важная составляющая в миопии. Если раньше была такая тенденция, что если у ребенка миопия, его освобождали от физкультуры. Такого сейчас нету. Эти дети точно так же занимаются спортом, как положено. Детей освобождают от каких-то занятий физкультуры, только если у них есть отслойки сетчаток. Очень такие грозные-грозные осложнения миопии. Допускается ли садиться за роль при высокой миопии? Ну, конечно, допускаем, если это появляет страта зрения с коррекцией. Если человек вводит, конечно, как профессионал, он должен каждым глазом видеть 90% хотя бы в очках. А если он не профессионал, категория B, там ограничение, по-моему, 50% каждым глазом с коррекцией. Ну и цветовосприятие должно быть правильным. Так, спасибо. Еще один вопрос. Человеку, страдающий миопией в высокой степени, ему назначают уколы ретиналамин? Правильно ли это? И какие препараты вы можете порекомендовать для поддержания зрения? Ну, ретиналамин, он, конечно, один из таких хороших препаратов. Но прям он такие исследования рандомизированные не прошел. Но кроме него у нас в государствах, в России, в Казахстане ничего нет. Единственное, что если вы его делаете, его надо делать, если уже начались какие-то изменения, просто так его колоть не надо. Когда что-то еще не началось, а и колоть вот что-то преждевременно, я не вижу смысла в этом. И ни в коем случае его не надо колоть под глаз и в глаз, как некоторые врачи делают, потому что это органотропный препарат. Его колят в мышцу, какую все знаем. И он именно с этой мышцы органотропно попадает в сетчатку. Ни в какой орган он никуда не попадает, кроме сетчатки. Это вот такой вот конкретно органотропный препарат. Он делается внутримышечно, и все. А что еще? Ну, если уже какие-то начались изменения, то тут уже можно, конечно, и витамины подключать. Зексантин. Ну, всякие разные. Витамина мы назначаем для улучшения работы сетчатки. Что еще мы назначаем? Ну, как бы, в принципе, только если что-то началось, такое прям, чтобы сосудистое, тоже вот многие много-много начинают вобилон назначать, милдронат назначать. Я такое не назначаю. Чем тратить много-много денег на вот это все? Лучше купить билет себе куда-нибудь на отдых. Классно покайфовать, спокойно отдохнуть на природе, насмотреться на солнце. Это будет намного лучший эффект, чем тратить на вот эти лекарства много-много денег. А что лучше, очки или линзы? Ну, это чисто индивидуально каждый. По качеству зрения, конечно, линзы лучше, потому что у них вообще никакой обзор не ограничен. Вы их одели, и все, вы видите спокойно. Вас, когда кто-то позвал в сторонку, например, сказал, «Махер, вам не приходится вот так полностью поворачиваться, чтобы увидеть кого-то». Вы можете спокойно повернуть глазами. Когда человек в очках, ему приходится поворачивать головой. Наверное, кто не замечал этого, потом посмотрите на очкариков. Они не поворачивают глаза, они поворачивают голову обычно. Но есть люди, которые не могут носить линзы, тогда им, конечно, только очки. Но в приоритете для меня, конечно, мягкие контактные линзы, чем очки. На зрение это никак не влияет. Я просто слышал, что линзы, они вызывают сухость глаз. Ну, они, в принципе, абсолютно никак не влияют. Если чуть-чуть посушивают глаза, можно подкапывать капли, которые не вызывают никакого привыкания. Сейчас очень много в аптеках капель увлажняющих. Только единственное, что без консервантов надо обязательно брать. И все. В принципе, соблюдать режим ношения 12 часов. Если однодневный, то выкидывать. Второй день не надо одевать. Если месячный, то месяц проносить, выкидывать. Единственное, что трехмесячный, я такое не люблю, не приветствую. Ну, может быть, где-то там в горах, где очень-очень чистый воздух, можно три месяца носить одну линзу. А у нас такая атмосфера грязная. Урбанизация очень высокая. Мне кажется, линзы через месяц уже негадны к использованию. У нас, я думаю, завершающие вопросы. Здравствуйте. Ребенка поставили диагноз астигматизм. Лечится ли это без операции? Ребенку 8 лет. Астигматизм без операции не лечится. Астигматизм – это точно такая же анатомическая особенность, как и миопия. И только единственная анатомическая особенность – роговицы. Намного реже хрусталика. Роговица, наша наружная оболочка, вот здесь, которая прозрачная, она должна быть ровно круглой, как будто арбуз отрезали и положили. Но у некоторых людей она не такая ровная, как будто арбуз отрезали, как будто дыню отрезали и положили. Понимаете? Визуально мы не видим, потому что там нанометры в 10-9 степени разница может быть. У кого-то она вот такая, у кого-то вот так лежит, у кого-то вот так. И зависимость от того, в какую сторону она больше вытянутая, от этого зависит вид астигматизма. Самый простой, если горизонтально она вытянута, посложнее, если вертикально, и самый сложный, если косой астигматизм, там 45 градусов плюс-минус 15. Убираются только с помощью лазерной коррекции. До этого очки или мягкие контактные линзы. Можно, конечно, тоже ночные линзы, но это будут кастомизированные, сложные, индивидуальные по расчету. Последний вопрос. Какие уколы можно получать при миопии в высокой степени? И у нас обычно колят витамин В6. Ну, люди так любят уколы, особенно мне нравятся уколы своим детям. Вот себе, я говорю, себе поставьте уколы. Витамин В6, В1, В12, они обычно, говорят, питают ту мышцу, куда его колят, по сути дела. Нет, никакие витамины В6, В1, В12 никакие не влияют на миопию. Вообще абсолютно никак. На нее влияет правильная коррекция, правильное ношение очков. Кстати, при миопии очки носятся постоянно. Мы не забываем о том, что ребенок не должен носить очки только в школе, когда он смотрит с задней парты далеко там. Как раньше в советское время-то говорили, когда читает, пишет, снимает. Нет, ребенок должен носить очки постоянно. В школе детей на первую парту мы не садим миопов, потому что обычно в очках они видят хорошо, а с 70 до 100% они могут спокойно сидеть на третьей, на последней парте. Потому что на первой парте также происходит напряжение аккомандации. Зрение вдаль абсолютно не развивается. Поэтому ребенку нужно постоянно развивать зрение вдаль, переключаться на близь. Вот он посмотрел далеко на парту, ой, на доску, посмотрел на свою парту, значит, раз что-то записал. Это тренирует его аккомандацию постоянно. Уколы я вообще никакие при миопии не назначаю. Спасибо огромное, Гульнара. На самом деле, такая тема очень интересная, важная. Вот вам и наши участники пишут огромную благодарность. Но я верю, что скоро прям мы добьемся того, чтобы люди знали большее зрение свое. Именно для этого я свой блок и веду. Прямо. Потому что очень низкая грамотность у населения. И очень сильное обесценивание зрения идет. Хотя 80% информации мы получаем через глаза. 80%. А люди больше отдают таким вот чувствам. Осязанию, обонянию, слуху. На самом деле, зрение это вот, ну, мало кто может это оценить. Только, наверное, слепой, который прозрел, да, может это оценить. Что это такое? Столько слепой. Я столько. Первую группу инвалидности. Это так больно. Это так просто ужасно. В 21 веке становиться слепым, это просто, ну, в принципе, что и умереть от рака четвертой степени, что и слепым стать. Это очень низкая грамотность населения. Поэтому я призываю тоже всех, кто что-то знает, начинать вести блоги, транслировать, чтобы люди, как бы много больше людей узнало об этом. Делитесь. Не надо в себе это копить. Жадничать своими знаниями, делиться. Не стесняйтесь. Все. В принципе, огромное вам спасибо, Кулинар, еще раз. Можете что-нибудь порекомендовать нашим участникам в завершении? Рекомендую проходить осмотр с детьми, офтальмолога обязательно, не только офтальмолога, профосмотры детей один раз в год. С собой тоже ЧКП обязательно один раз в год проводить. Государство придумало для этого скрининги. В принципе, можно не обязательно ходить в частные клиники куда-то. По месту жительства можно обязательно пройти скрининги. Гулять на улице, радоваться жизни, верить в лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok